Практически все, чему нас учат о сексуальности в течение первых двух десятилетий нашей жизни, является неправильным. Многие из нас были воспитаны на том, что я начала называть императивом желание, что вы обязаны испытывать спонтанные искрящиеся желания к своему партнеру, и поддерживать спонтанные искрящиеся желания к своему партнеру все время. И поэтому здесь есть много советов по поводу того, как сохранить искру жизни живой. И вот что я хочу сказать. К черту эту искру. Итак, большинство из нас думает о сексуальном желании, как о спонтанном желании. Когда ты просто идешь по улице, и у тебя мелькают шальные сексуальные мысли. Просто хочешь секса. И это абсолютно один из нормальных здоровых способов испытать сексуальное желание – спонтанное желание. Это чувство возникает в предвкушении удовольствия. Но есть еще и ответное желание, когда оно не просто появляется подобно удару молний, а возникает в ответ на удовольствие. Только эта информация сама по себе может решить проблемы сексуального желания людей, потому что они понимают, что у них нет проблем с желанием. Так что речь идет не о том, чтобы выяснить, в чем заключается удовольствие, а о том, чтобы найти путь к нему. Меня зовут Эмили Нагоски. Я специалист по сексуальному воспитанию и автор книги «Стань такой, какая ты есть». Удивительная новая наука, которая преобразит твою сексуальную жизнь. И похоже, что так оно и есть на самом деле. Громкие микрофоны действительно забавны, когда ты говоришь о сексе. И мне это кажется забавным. Итак, история науки о сексотерапии действительно состоит из трех основных этапов. Первый основан на работах Мастерса и Джонсона, чья фундаментальная четырехфазная модель сексуальной реакции была именно тем, на чем основывалась секс-терапия. Но когда ты прислушиваешься к этим фазам, то видишь возбуждение, плато, оргазм, рефрактирный период. Знаешь, чего в этом не хватает? Желание. Так вот, когда в 1970-х годах появилась Хелен Сингер Каплан, она заметила, что в модели, которую они использовали, желания нигде не было. Так вот, она создала модель желания, возбуждения, оргазма, трехфазную модель. И добавление желания было революционным шагом. Так что теперь мы можем разработать мероприятия, направленные конкретно на то, когда и насколько сильно люди хотят секса. И вот еще что. Эрику Дженсен и Джону Бэнкрофту из Института Кинси пришла в голову. Это такая идея, что секс работает в мозге точно так же, как и все остальные процессы в нашем мозге. А именно, это спаривание, и это называется моделью двойного контроля. Потому что в нем есть две основные части. Система сексуального возбуждения или ускоритель, и система сексуального торможения или тормоза. Секс это в гораздо большей степени мозговой процесс, чем генитальный процесс. Гениталии могут доставлять удовольствие, а мозг это очень важно. Ты не можешь заниматься сексом без мозга. Таким образом, система сексуального возбуждения, это в просторечии педаль акселератора или газа, и она улавливает всю информацию, связанную с сексом в окружающей среде. Это все, что ты видишь, все, что ты слышишь, обоняешь, осязаешь, пробуешь на вкус, и, что особенно важно, все ощущения в твоем теле. И все, о чем ты думаешь, веришь или воображаешь. Назовите несколько распространенных вещей, которые активируют у людей ускорители развития. Вид их партнера, запах их партнера, чтение сексуальной книги или просмотр сексуальной сцены. И это посылает сигнал включения, с которым многие из нас знакомы. Он все время бессознательно функционирует на низком уровне. Здесь мы говорим о сексе, так что есть всего лишь небольшое количество стимулов, связанных с сексом. Но, к счастью, в то же время твои тормоза, тормозящие импульсы, замечают все веские причины, по которым тебе не следует включаться прямо сейчас. И вот оказывается, что когда люди испытывают трудности с каким-либо аспектом сексуальной реакции, удовольствием, желанием, возбуждением, оргазмом, обычно это происходит не потому, что происходит недостаточная стимуляция педали акселератора, а потому, что происходит слишком сильная стимуляция тормозов. И многие из них не имеют никакого отношения к самому сексу, а связаны со стрессом, образом тела, травмами и проблемами в отношениях. Так что процесс возбуждения – это двойной процесс включения и выключения выключателей. Модель двойного управления как бы говорит об этом так. Прикоснись ко мне вот здесь, не прикасайся ко мне вот так. Все могло бы быть очень просто, но удовольствие работает совсем не так. Восприятие того или иного ощущения в нашем теле, как приятного или нет, зависит от контекста, в котором мы его испытываем. А контекст означает внешние обстоятельства и наше внутреннее состояние. Внешние обстоятельства таковы – дверь спальни заперта, и мы знаем, что нам никто не помешает. На нас надето сексуальное нижнее белье, которое заставляет нас чувствовать себя сексуально. Таковы уж внешние обстоятельства. Внутреннее состояние зависит от того, испытываешь ли ты стресс, депрессию, тревогу, одиночество. Испытываешь подавленную ярость, у всех нас это есть. Так что могут быть определенные виды стимуляции, которые в одном контексте кажутся потрясающими, а в другом контексте вызывают у тебя желание ударить кого-нибудь по лицу. Мой обычный пример – это щекотка. Если ты уже находишься в веселом, кокетливом, игривом, возбужденном, доверчивом, любящем настроении духа, и твой определенный кто-то щекочет тебя, это не всем нравится. Но ты можешь представить себе мир, в котором это кажется игривым и хорошим, и даже может привести к другим вещам. Но если ты окажешься в самом разгаре драки, и они будут тебя щекотать, это будет очень раздражать. Что именно? Это то же самое ощущение, но эмоциональный контекст, под которым я подразумеваю фактическую активацию в твоем мозгу, совсем другой. И поэтому твой мозг интерпретирует это ощущение с точностью да наоборот. Пары, которые поддерживают сильную сексуальную связь в течение длительного времени. Это не те пары, которые постоянно не могут дождаться, когда им захочется засунуть свои языки друг другу в рот. Это пары, которые знают, как совместно создать контекст, который позволит их мозгу получить доступ к удовольствию. Самая распространенная реакция людей, когда они узнают о модели двойного контроля, особенно в сочетании с отзывчивым желанием, звучит так. Почему никто не сказал мне об этом раньше? Это своего рода свобода, знать, что ты уже нормальная, ты не сломлена, все в порядке. Тебе просто нужно поработать над созданием контекста, который позволит твоему конкретному мозгу быть готовым реагировать. Мышление, которое нужно привнести в процесс осознания того, кто ты есть как сексуальная личность и как ты стала такой, состоит в том, чтобы обратиться к своему собственному внутреннему опыту с добротой и состраданием. Если ты хочешь разобраться в себе, то у тебя есть несколько рабочих листов. Поговори с психотерапевтом. К сожалению, если ты хочешь осудить эти идеи со своим партнером, тебе придется поговорить со своим партнером о сексе. И есть много людей, которым кажется, что заниматься сексом со своим партнером намного проще, чем говорить о сексе с тем же партнером. И один из позитивных фреймов, который ты можешь использовать, звучит так. Мы с тобой принадлежим друг другу в сексуальном плане. И я заинтересована в том, чтобы изучить способы углубления нашей элитической связи. Я хочу знать, что именно тебе подходит. Я хочу иметь возможность сказать тебе, что подходит мне, таким образом, чтобы ты чувствовала себя хорошо и не критиковала меня. Если бы я могла заставить людей запомнить только одну вещь, это звучало бы так. Удовольствие – это мера. Дело не в том, как часто ты занимаешься сексом, или с кем ты это делаешь, или где ты это делаешь, или в каких позах, или даже сколько оргазмов ты испытываешь. Дело просто в том, нравится ли тебе секс, которым ты занимаешься. И если все участники этого процесса рады быть рядом, значит, ты уже все делаешь правильно. И все остальные аспекты, все другие вещи, о которых ты могла бы беспокоиться, такие как желание и оргазм, встанут на свои места, когда ты поставишь удовольствие в центр своего определения сексуального благополучия. Стань умнее и быстрее с помощью видеороликов с участием величайших мыслителей мира.